Всем привет, меня зовут Марагер Муратов, я являюсь студентом БОМОВ университета, то есть учусь на магистратуре. У меня двухгодичная программа магистратуры, то есть первый год я поступил на премастерс, что означает предмагистратурный год, ты учишься, как учиться в Англии. Сейчас уже у меня магистратура в сентябре начнется. Я являюсь спортивным журналистом и в этой сфере работал последние три года, ну и соответственно я решил подниматься дальше и решил, что нужна магистратура, но уже в сфере спортивного менеджмента. И потому я выбрал, ну тоже сферу спорта, но немножечко уже в управленческую часть и поступил на спортивный менеджмент. Хороший вопрос на самом деле. Я думаю, больше всего мне понравился именно, понравился опыт, опыт общения с людьми, опыт того, как ты проверяешь себя, насколько ты хорош в адаптации к чему-либо новому. А здесь была полностью новая среда, новые люди, новый язык и вот. Ну то есть мне понравился сам процесс адаптации. И как бы я не думал, что к 25 годам можно встретить близких людей. Вот я там встретил, и это тоже мне очень сильно понравилось. Мой университет Бомов-Университет, ну около 20 тысяч или 30 тысяч студентов там учатся. Разные факультеты, начиная кино, заканчивая там биологией, ну и в том числе спорт. Такой достаточно большой университет, очень новые кампусы такие. Я выбрал сферу спортивного менеджмента, ну и соответственно, все условия там есть. Есть футбольные клубы, есть разное сообщество, к которым ты можешь присоединиться в зависимости от твоих интересов. Например, в первый год я состоял также, так скажем, сообщество спортивных журналистов, сообщество любителей кино. Ну и мои друзья там в разных этих состояли, в том числе там есть, например, сообщество любителей собак. Вот, разного рода вещи, около 150 сообществ. То есть для чего это сделано? Для того, чтобы люди находили себе друзей и знакомых по общим интересам. В казахстанских вузах я такого никогда не видел, и вот это мне очень сильно понравилось в универе. Хороший вопрос, кстати, и это совет будущим, то есть будущему поколению. Совет ребятам, которые именно поступают на магистратуру. То есть я немножечко струсил, то есть я закончил универ бакалавр, и вот через, получается, три года решил поступить на магистратуру. Я думал, блин, я же в Англии не учился, и как бы, наверное, если я поступлю на год на магистратуру, будет тяжело. То есть есть язык, есть сам процесс адаптации, и то есть я думал, оп, за год и закончится всё. Поэтому я решил на премастерс, и как только я приехал и начал учиться, я понял, что здесь на премастерсе, ну, сначала язык, но я, опять же, язык сдал за четыре месяца, то есть там вступительный экзамен в универ. То есть я их сдал, и как бы всё, мне сказали, ну, типа, тебе уже язык не надо учить. Дальше у меня было, то есть три предмета, но они, опять же, непрофильные. То есть про спортивный менеджмент я ничего не увидел. Были такие предметы, как research project, project management, ну, и третий предмет по выбору я выбрал философию, ну, потому что легко сдавать. Опять же, к спортивному менеджменту ни один из этих трёх предметов не имеет отношения. Но, опять же, то есть для меня в любом случае это был плюс, потому что теперь я знаю, как учиться, то есть знаю систему английского образования, и в следующем году мне будет легко. Но, видите, опять же, это деньги, это время, то есть если у кого-то в этом плане есть определённые, так скажем, лимиты, то я бы посоветовал ребятам сразу поступать на магистратуру. То есть на адаптацию уйдёт, ну, максимум месяц-два, и дальше можно будет уже нормально учиться. Я выбрал университет, потому что, во-первых, у меня учился там коллега 10 лет назад где-то, и он сказал Бормут, большой плюс того, что это юг Англии, то есть, ну, больше солнечных дней, а это, кстати, очень большой фактор, потому что в Англии облачно, и это не миф, то есть зимнее время ты видишь солнце раз в месяц, А есть некоторые северные города, которые больше не видят. То есть это был действительно хороший фактор. Второе, то, что город небольшой, то есть не такой суетливый, как Лондон. Третье, недорого, относительно, опять же, Лондона, если сравнивать. То есть еда, жильё, в принципе, доступно. Вот эти факторы, ну и университет по рейтингу, то есть не находится где-то внизу и не в топах, то есть в середине. Это то, что мне нужно было. Во-первых, я закончил агрономический, казахский агрономический университет, то есть аграрку нашу в Астанинске. После окончания всю жизнь я был в спорте, то есть я сам играл в футбол до 16 лет, и меня всегда тянуло вот в эту степь. И как только я закончил университет, у меня первый вопрос стал, что делать дальше. Я очень копался долго в себе и решил, я хочу стать футбольным комментатором, журналистом, хочу быть на телеке. И начал двигаться вот в этой области, около полугода я просидел без работы, начал вот изучать, начал как бы углубляться в эту степь. И нашёл работу уже в сентябре, ближе к сентябрю 21 года, то есть уже полноценную работу на телевидении. Через год уже начали давать такие проекты телевизионные, то есть уже на телеканал Хабар, на Коспорте, на Хабар 24. И я понимал, что хоп, через год вот есть рост, и ещё год прошёл, и вижу ещё рост. И затем посмотрел на своих коллег, старшие мои коллеги, которые около 10-15 лет в этой сфере, и понимал, что в принципе, ну, точка роста, она не такая высокая. То есть, скорее всего, спортивные журналистики, я дорасту до их уровня. Понимал, что, блин, я ещё молод, хочу больше, хочу дальше. Понял, что, ну, в журналистике, скорее всего, уже далеко не разгонишься. То есть максимум, что ты можешь, наверное, ну, если не в спортивной журналистике, то если ты стал мобилографом, там, не знаю, Тухаева, то всё, уже дальше реально некуда расти. Вот. И такой, я хочу уже уйти в сферу управления. Я решил, что хочу стать тем человеком, о котором должны журналисты говорить. Типа, вот он сделал вот это, он сейчас там, он это, это, это. И всё, решил поступить. То есть, цель я выставил так. Я поступаю, заканчиваю, работаю немного за рубежом, принимаю вот этот опыт. И приезжаю в Казахстан и говорю ребятам, вот, ребята, давайте делать вот так, давайте делать вот так. То есть, опять же, я не забываю о том, что медиа тоже очень важна. И в медиаполе, поэтому я начал вести свой блог, поднять аудиторию свою, чтобы была определённая узнаваемость, чтобы говорили там, о, вот, Лондон, да, там, Жургин, казах-палавар, он знает, что такое спортивный менеджмент, чтобы люди это знали. И в определённый момент, не знаю, там, годам к 30, когда вернусь уже к Казахстану, чтобы люди понимали, оп, он приехал. Всё, давай его туда, в федерацию, там, давай его сюда, и пусть сделает то, что он умеет. Вот цель такая. Ну, я занятой очень человек, то есть, у меня работы много. И я такой, ну, я не могу заниматься поступлением. Мне надо найти человека, который будет помогать с поступлением. И вот, таким образом, я как-то случайно именно в Инстаграме нашёл Интерстюдент. Давайте, чтобы ребята понимали, да, я по временным рамкам это распишу. Сентябрь 23-го года я уже решил поступить и нахожу Интерстюдент. Договариваюсь, и вот мне здесь объясняют процесс, то есть, мне говорят, Мрогер, для того, чтобы ты поступил в Бормут, тебе нужно сдать IELTS в первую очередь, ну, и затем уже документы, и всё. Ну, то есть, это займёт много времени. То есть, на тот момент уровень моего английского был такой, ну, типа, в школе изучал, но давно не говорил на нём. Ушло около двух-трёх месяцев, чтобы подготовиться к IELTS. И уже декабрь, через четыре месяца я сдал IELTS, и в декабре у меня выходит результат, нужный результат, и всё. То есть, в этот момент это первая, то есть, первая ступень. Затем мы уже начали собирать документы, именно подавать заявку в Невер. Это произошло тоже уже зимой, январь-февраль. Оттуда, ну, то есть, пришло подтверждение, что всё окей, документы подходят, и от них пришёл оффер, уже на основе этого оффера. То есть, ты платишь определённую сумму, как бы гарантия, что ты должен уже там учиться. Это был уже момент около марта, наверное, 23-го года, да. В марте я заплатил сумму денег, и оттуда уже пришёл каст-леттер, то есть, это именно письмо, которое даёт тебе возможность подаваться на визу. С этим письмом ты идёшь, что там уже есть гарантия, что ты заплатил определённую сумму, что ты намерен учиться. То есть, это действительно такой процесс долгий, и надо заранее готовиться. И по времени тоже нельзя, как бы, так скажем, облажаться, потому что есть дедлайны. И именно вы придёте сюда, в Интерстюдент, слушайте то, что говорят ребята, потому что они знают толк в этом деле, и как бы халям-балям, деген-чок. Вот, как-то так. Страх единственный заключался, вот, за всё моё время, и по сей день он немножечко вот есть, это то, что надо ли мне это. То есть, я придумал игру сам себе, и сейчас играю её, и нужна ли мне эта игра. Вот, это единственный страх, который у меня есть. То есть, мне 25, мои ровесники сейчас женятся, кто-то вот начинает двигаться. Но вот сейчас, спустя год, я понимаю, что нет, всё нормально. Мы идём, то есть, вовремя. Ты там, где ты должен быть, и всему своё время. Это единственный страх. По поводу адаптации, по поводу других моментов, я довольно общительный человек. То есть, мне это всё легко пришлось. Но на примере других ребят я могу сказать, что не надо стесняться вот именно там. То есть, в Англии было видно, как ребята раскрываются. Там нет никаких рамок. Люди не обсуждают тебя вообще, потому что нет никому дела до тебя. Поэтому нужно сувать свой нос везде, где тебе интересно. Люди будут тянуться, ты будешь тянуться, и, то есть, тогда твоя жизнь будет интересной. Были ребята, которые сидели, ну, то есть, просто в комнате пришёл, там, отучился и пришёл в комнате, и всё. Так тоже нельзя делать. Единственный мой совет, будьте curious. Да, будьте любопытными, да. Вот, кстати, ещё один момент. До того, как я уехал в Англию, я говорил, вот эти вот псевдоохмасты англичан, да, все время какие-то словечки вставляют. Типа, чё вы, пацаны, понтуетесь? Вот сейчас я понимаю, что оказывается, это не специально. Опять же, вы столкнётесь с тем, что с интернешнл ребятами вы будете говорить нормально, потому что у всех у вас примерно один английский. А вот, когда ты выходишь чуть дальше, там, с местными ребятами, будет тяжело. С учителями, то есть, у них настоящий британский акцент. К этому, чтобы привыкнуть, нужны месяца, на самом деле. Вот. Поэтому говорите больше с местными. Вот второй момент. С казахами тоже надо общаться, потому что, опять же, за рубежом тебе нужен человек, который будет тебя поддерживать. И ты будешь должен кого-то поддерживать. Это очень сложно найти, например, там, не знаю, иностранца, который станет твоим близким другом, потому что вы, в принципе, ментально разные. Поэтому с казахами надо общаться вот именно, знаете, так, чтобы сблизиться, но не проводить с ними каждый вечер или каждый день. То есть, так, чтобы вы могли друг другу набрать и сказать, так, блин, давай куда-нибудь прогуляйся, я устал, там, не знаю, и выговориться. И чтобы ты также был ухом, которое может выслушать, плечом, которое может подставиться и, то есть, поддержать друг друга. В таком ключе. Но надо в разных комьюнити состоять, опять же, общаться со всеми. Это очень важно. Я выбрал Англию, потому что это футбол, лучший футбол. И, соответственно, закончив универ в Англии, ну, необходимо поработать в Англии. То есть, я буду сейчас делать все, чтобы найти, в первую очередь, работу. А работа нужна для того, чтобы тебе дали визу. То есть, у нас есть возможность получить двухгодичную визу, ну, то есть, рабочую после университета. Сделаю это, отработаю, не знаю, год-два в Англии. Если говорить о дальнейших планах, хочется дальше в другие европейские страны, хочется Саудовскую Аравию. Ну, это уже, типа, такие дальнейшие планы, посмотрим, как получится. Но обязательно надо поработать. И всем ребятам советую. Получить образование – это одно, а именно увидеть живой вот этот опыт – это совсем другое. То есть, у меня были ребята-казахи, которые уже там работали после универа. И они говорили, что да, то есть, это отличается от того, что будет в Казахстане. Если хотите развиваться, то обязательно работать. Пока есть возможность. То есть, раньше у ребят не было возможности, потому что после окончания универа тебе не давали возможности остаться и найти работу. Это было очень сложно, ну, насколько я знаю. Сейчас есть уже возможность, есть двухгодичная виза, пользуйтесь этим. Но, опять же, ты должен быть достойным реально кадром, поскольку конкуренция большая. И еще твой работодатель, твоя организация будет гарантером для тебя. К учителям нет, на самом деле, к учителям нет. У них академический английский, такой прям чистый, красивый. Вот как только ты выйдешь за пределы универа, там тяжело. Я по сей день не понимаю некоторых людей. К акценту, да, страшно. Но я говорю, по сей день, я более чем уверен, если я приду, я не знаю, там, с кем-нибудь пообщаться, я уверен, что около 20% слов я их не пойму. Даже год в Англии не дает мне возможности понимать их на 100%. Помню момент, какой-то англичанин, то есть в пабе стоим, он на меня смотрит и говорит, «How are you saying?» Я такой, «Че?» «How are you saying?» Я такой, типа, «Я тебе что-то сказал?» Он говорит, типа, «Бро, это имеется в виду, типа, «Как дела?» Я такой, «Как?» «Да, что это значит?» «Да, типа, «What are you saying?» «How are you saying?» Я такой, «Блин, мне придется еще долго адаптироваться». Я поступил, закончил бакалавр, понимал, что, ну, я поступил просто для того, чтобы получить диплом, и больше мне ничего не дает, то есть я не хочу быть биотехнологом. И вот, опять же, я долго копался в себе, и возможно, вот кто-то из ребят сейчас находится на таком этапе жизни, когда не знает, что делать и не знает, куда поступать и кем быть. Очень хороший совет, который я услышал где-то в Инстаграме – загляни в себя, загляни в свое детство. То, кем ты хотел быть в детстве, это и есть твои исконные и истинные желания. Тогда я понял, я хочу работать на телеке. Вот у меня так. И, а как на телеке работать? Я такой, ну, в сфере спорта, я люблю спорт. Вот я такой, ну, хочу комментировать. Потом уже, когда начал я комментировать, понял, что я не только хочу быть за экраном, хочу быть на экране, хочу, чтобы меня показывали, типа. Это произошло уже поэтапно, то есть, понимаете, если ты понял, что ты хочешь, надо это делать, а дальше цели, они сами придумываются, и дороги сами открываются. Вот. То есть не надо сильно заморачиваться и в деталях расписывать, там, вот так, вот так, вот так. Все придется временем. Главное – понять, вот с чего начать и что ты хочешь. Это крайне редко, когда человек после школы угадывает то, чем он хочет заниматься, и он занимается этим. То есть даже, будучи в Англии, я видел очень много ребят, которые учатся в Англии, ну, говорят, блин, я что-то не хочу, кажется, этого. Надо заглянуть в себя. На это уйдет определенное время, и это достаточно болезненный процесс, по идее. Потому что, то есть, тебе что-то навязано. На тебе такой слой стоит, родители, школа, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, из таких навязанных клише, кем ты должен стать. Вот, чтобы вот этот барьер преодолеть, время нужно. И чтобы ты, наконец-таки, дошел до себя и услышал внутреннего ребенка. А это важно, потому что то, что тебе навязано, если ты начнешь это делать, в какой-то момент, в 30-40, ты поймешь, что, оказывается, это не то, кем я хотел быть, а то, кем я хотел быть, оно где-то вот внутри. Поэтому, ребята, слушайте себя и не избегайте этого, потому что лучше сделать это в 17-18, нежели прожить определенную жизнь и сделать это в 30. То есть, я не жалею о том, что я закончил бакалавр биотехнолога, потому что это мой путь, он должен был состояться, чтобы потом я понял, кем хочу стать. Первое, хочу посоветовать, поступайте через Интерстюдент. Вот, это ни в коем случае не реклама. Почему, расскажу. У меня времени мало было, то есть, я здесь работал, чтобы оплатить свою учебу, я много бегал, работал, вот надо зарабатывать, зарабатывать, чтобы там мне было сложно. И в этот момент Дамир, вот, он мне помогал. Он мне просто говорил, Мурагир, завтра приехать надо сюда, все. Я такой приезжал и что-то делал. То есть, не надо было углубляться вот в что да как. Он все сам делал. Если бы я это сам делал, я не знаю, мне бы, наверное, было вообще тяжко. Я бы, наверное, не поступил вообще в Англию. Преимущество было Интерстюдента. В любой момент, в любой день недели я мог написать Дамиру, типа, Дамир, у меня сейчас такая проблема элементарная, я сейчас еду в Ирландию, а мне туда виза нужна? Типа, Ирландия же не составит Британию. Вот такие вопросы. И Дамир всегда был на связи. Агенты, то есть ребята, которые вам помогают с поступлением, они все время с тобой. Ну, для тех ребят, кто поступает в первый раз особенно, надо это делать через вот агентство, которое помогает. Второе. Возьмите с собой, если едете, ну, не знаю, в Британию или в другие страны, переходник обязательно. Потому что Дамир мне много раз говорил, типа, Мурагера, не забудьте, возьмите этот переходник, потому что там-то, ну, розетки другие. Да, конечно, аламгой, аламгой. И журдум, журдум. Приезжаю там, ну, сначала в Лондон, у меня еще зарядка есть, уже приезжаю в Бормут, и такой, бах, у меня 5%, и хочу сунуть, и такой, ох, не подходит, а уже ночь. И я такой, блин, а что делать? И пошел на ресепшн, и нашел через ребят. То есть это, на это я потратил какое-то время, и, а вообще мог бы остаться без связи. Вот, возьмите обязательно переходник. Третье, будьте любопытны, общайтесь. Ни в коем случае не оставайтесь в комнате. Не ждите, что кто-то к вам придет, вас вытащит оттуда. Вода под лежачий камень не течет. То есть ты сам архитектор того, как сложится твоя судьба за рубежом. Если хочешь, чтобы она была насыщенной, такая, прям красочной, двигайтесь, двигайтесь больше. Идите, вот, не знаю, куда. Если даже некуда идти, возьмите один момент. Просто сходите на пляж, сити-центр, и, то есть, что-то делайте. Никогда, ни в коем случае не сидите просто в комнате. Потому что мысли начнут у тебя изнутри есть. Потому что ты один за рубежом. А когда ты один, все время негатив, он где-то рядом. То есть тебя сломать очень легко, на самом деле. Потому что родные все там, ты здесь один, и если еще в четырех сединах, то все, ты вот так, и как-то я один, ничего не хочу. А таких ребят было очень много, потому что молодые же все-таки, в 18-19 лет это психологически-то еще, то есть, ну, не совсем стабилен, как в 25. Мне в этом плане было попроще. Но, опять же, и в 25 мне было сложно. Наступали моменты, когда какая-то депрессия, хондра. Ну, это естественно. Но чтобы этого не было, друзья, двигайтесь, ищите новых друзей, вступайте в какие-то сообщества. На этом и построится ваш путь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!